Мир вашего дома, Игнат Иванович. Правее, еще. Вот так. Только у тебя с той стороны даже глаза не видно. Почему так темно с той стороны справа? Ну, ладно. Так, все, назад не ходи. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Не против. Маленько подними голову выше, а то бороды не будет видно. Так, слушаю. Так, Игнат Иванович, сейчас вопрос такой есть. Немного ли вы на себя берете, когда думаете, что вот в Слове Божьем написано то-то, то-то, и вы считаете, что это именно к вам относится? Ну, и не только в Слове Божьем. Видимо, у отцов там где-то еще. Вы прям... В чем такая уверенность? Почему? Ну, это видно, что я присваиваю это себе. Ну, да, вы прям говорите, вот это то-то, то-то. Сергий Строгородский, я вот помню, сказал то-то, то-то. Настанет времена, когда люди простые, не облеченные саном, начнут за правду Божию вставать и так далее. И вы вот это... Потом еще какое-то свидетельство, я помню, вы говорили, что какой-то человек будет, напишет много книг, и после него останутся эти книги. Так, я понял, понял. Виталий, Виталий, все, я понял. Да, Каян Златоус и говорит, если написано, умер за всех, об этом написано первое... Евангелие от Яна, 1 глава 29 стих. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Ты должен сказать, Агнец Божий, который берет мой грех. Вот почему у протестантов эта мысль воплощается прямо. Они говорят, это мой, лично мой спаситель, лично, слово лично, для меня он умер. И Златоус говорит, это ты все должен знать. А они не придумали, они взяли, а мы потеряли. Ну, там подумали что-то где-то. За меня умер он. Он ради меня воскрес. Он меня спас. А уже весь мир это все знают. Ну, и я ничего такого и не делаю. Притом, если другие говорят мне, а вот это не про вас написано, я должен задуматься об этом. Я не напрашиваюсь. У Яна Златоуста есть такое изречение. Ну, люди-то словолюбивые, любят, чтобы слава была. Ну, вот, говорит, если человек любит славу, и за этим гонится, там опубликуете, обо мне снимите, вот там платье, там... Ну, знаешь, как говорят, человек уже не знает, что сделать-то. И он уже все дает, и деньги дает, что-то показали, как он там, свадьба какая у него. А вот видишь, сколько они заплатили, пятый раз венчались. Ну, это понятно. Ну, а что? Плохо разве это? Ну, слава имеет такое, говорит, свойство, что кто за ней гонится, она от него убегает. А кто это? Ее убегает, она за ним гонится. Она привередливая такая деваха. Так вот я никогда за ней, за славой не гонялся. Когда я вернулся из заключения, и потом Господь допустил написать книгу для Слова Божия нет ус, я показал все, которые самые недобрые обо мне отзывы, кажется, поганые. И мне говорят, никто бы этого не знал даже, зачем вы опубликовали. Да кто к вам в Потеряевку поедет? А почему вы написали? Я говорю, я очень уважаю моих читателей и слушателей. Вот кто-то обо мне там выступает в суде уже, в суде. Меня называют таким человеком, там плохо. Я пиарить себя не буду. Я все записал. А закон гласит, если я реабилитирован, политзаключенный там, и вообще не имеет значения, я имею право пойти в судебные органы, там архивный отдел, и затребовать, чтобы мои дела все представили на стол. Я буду сидеть, а рядом будет сидеть юрист. А сколько я буду? Хоть месяц. И все могу выписывать. Я этим правом воспользовался. И поэтому то, что я там показываю, до точки, до запятой точно. И поэтому у меня по-другому это не может быть. Я просто по-другому не жил никогда. Вот сейчас вчера было у нас собрание, ты посмотри вчерашний номер. Ну и, ну еще, да что, там, врач меня тут, вот новая, которая обратилась, к крещению приняла Елена Гладычук. И она мной занялась. У нее руки такие ласковые, внимательные, теплые. Я никому не доверяю с собой заниматься. А ей доверил. Она мне нравится. Спокойная. И она меня уже который раз к врачам в одну больницу, в другую везет, за глаз мой бьется. Глаз этот вам не принадлежит. Он всем нам принадлежит. Ну и правильно, что? Да. Ну и вот, это я не выдумываю, еще раз говорю. И вчера, когда я дали какую-то бумагу медицинскую-то, все болячки мои перечислили. И я ее вчера дал. Говорю, кто у нас медики? Поднимите руки. Ну, Виктор Андреевич, краевой больницы или другие там сестры, они с красными дипломами кончили. Медики. Подняли руки. Я говорю, читайте. Ну и они начали все разъяснять. И кто хотел выступить, что я такой нехороший, не берегу храм Божий и прочее. А я тут слушаю, потому что вплотную подошел. Это все ты во вчерашнем собрании увидишь. А если бы я никому не показал эту справку, то никто бы и не знал, какой я плохой. А тут все, я не берегу. Я тут от операции отказался. А я на это маленько отвечаю. Так и здесь. Вот я в поездке в дальние. Ну, мы едем не где-то, а по Испании. Ты хорошо знаешь. Я не буду поминать Португалию, в которой ты не был. И вдруг СМС приходит. От человека, хороший меня хорошо знает. Протоиерей, друг батюшки. Когда батюшку руку полагали, он был диаконом, помогал его, водил за руку. И он пишет в СМС. А что он может написать? Он говорит, вот сейчас рядовое чтение, рядовое по порядку, что надо в храме-то. Я считаю. И считаю, я ничего не могу с собой сделать. Еще чтобы. Все, что считаю, это про вас написано. Я в жизни никого не встречал, как бы о ком, так точно было написано. Не знаю. Заметьте, я не гонюсь за славой. Я от нее убегаю. Я попутно кое-что буду вкраплять туда. Вот мы едем однажды в поезде и в загадки играем. Развитие на что для загадки. Ну, разрешается сделать три ошибки. А четвертая, я ему шалбанщик в лоб дам. И вот я загадал животное. Сразу начинают. Они не знают, что сначала. Нужно главное качество назвать. Он говорит, млекопитающее это или нет? Я говорю, млекопитающее. Правильно, один ему ставится. Теперь, кто знает, когти выпускает или не выпускает? Не выпускает лев, собака. А если рысь, кошка, она когти втягивает. А потом их выпускает и... Я не очень точно знаю, но думаю, что это выпускает. Значит, хищник опасный. Так. И кто-то начинает. А какого цвета? Я говорю, а ты сам подумай. Ну, он два цвета назвал желтый. Нет, не желтый. А отгадывает несколько человек. Черный, я говорю, черный. О, черный свет. Никто не знает такого. Как черный? Рысь там пегая. Лев там бурый. Ну, и прочее. Бывает там барс белый. А черный? Ну, а она бывает в цирке выступает? Я говорю, ни в одном цирке мира никогда ее не было. А почему? Все звери выступают. И слон, и медведь на мотоцикле ездит. Ее никто не может выдрессировать. Она с человеком дрессирует. Все заинтригованы. Ну, и начинают отгадывать. Отгадывать не отгадали. Я загадки умею загадывать. Я говорю, слушайте, они, старички, завели ее, им щенка подарили. И они ее вырастили и ходили выгуливали. Но люди смотрят, два дня они не выгуливают. Когда разобрались, пришли, а их уже нет. Она их съела. Обоих. Съела и не торопится. Никто не мог сказать. А кто в доопарке работает, он сразу догадался. Черная пантера. Да, точно. Черная пантера. И вот так, когда мы говорим, что 17-18 глава откровения, и говорится, пал, пал, Вавилон, великая блудница. Сектанты говорят о церкви католической, адвентисты седьмого дня, а другие православные. А там написано, город на семи холмах. И вот начинают один, о, я знаю, это Лондон. А другой, там, знает, который выступает, Ильин там был, Сергей. Тот говорит, это, тот-то, Вашингтон, к примеру. Я говорю, давайте все качества посмотрим, какие есть, где сойдется. В первую очередь, на семи горах. Написано город, не церковь. Толкование дается здесь же. А на семи горах только три города. Москва, Аман и Вашингтон. А вот теперь мы уже сузили поиск. Хотя в мире сотни тысяч городов. Давайте, где все качества сольются, туда. Ну и начинает, там, перечислять он в апокалипсисе. И вот перечисляет. Я говорю, ну давай, ты за что? Я за то, что это все-таки Вашингтон. А другой, там, Пекин город главный. Я говорю, давайте, давайте, давайте. По порядку начинаем. И там написано, город Пекин на семи горах? Нет. Отошли в сторону. Вот три города остались, мы разговариваем. И перечисляется. На водах многих. А воды это народы. Значит, многонациональная. Многонациональный Китай? Китайцы и все. А его там отпал уже до первого вопроса. А Вашингтон? Да, есть. А где больше? В Москве или где? Ну, Москву еще говорит там. Там, Вавилон. Но это не все. Там написано следующее. И от нее обогатились купцы земные. Кто обогатился от Амана? Да никого там государства. Кто от Вашингтона? Они грабили и грабили колонии. А от Москвы все тянули. Кончилась перестройка и страны нету. А 72 года советской власти. 72 года. Работали бесплатно за палочку. Подходит к ней? Да. Но это не все. Написано и найдена в ней кровь святых. Это не просто кровь. Реки крови. Где это было? В Вашингтон? Там никогда не гнали. Вообще нету. А где в Москве? А в Москве рядом Бутово. Из Москвы туда расстреливали. И там президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин ходил. И подвели его и рассказывал. Вот с тела там имена. Там 20 тысяч, 30 тысяч. Чудовище. Да что же это? Он сам из этой организации КГБ. Но у него не вмещается. Ну он в позднего периода пришел-то. Как это так? И ничем они не... Да никто их не знал. Они просто служили. Подряд брали и расстреливали. Слой за слоем вырезали. Дворянство, казачество, офицерство. Все абсолютно так. Кадеты. Все под нож. Но самое главное, когда первый дается Вавилон, говорит, Рим, а у Бога все на три. Второй Рим, Новый Константинополь, так и назывался. Третий, только он ушел там в 1453 году, как Москва сразу объявила себя. А Москва третий Рим. А четвертый мы не бите. Святой Епифаний Славенецкий. А она сегодня общество Третьего Рима в Москве. Третий Рим. Но никто не хочет посмотреть, чем два Рима закончились. Язычество захлонено. Здесь тоже антихрист поцарится. Итак, какой город? Москва. И вот так здесь. Если ко мне это говорит, вот давай я тебя буду сейчас называть. Тут маленько исчезнет. Ты Библию далеко не... Почитай из Библии. Давай я тебя открою. Первое Коринфянам 15.10. Вы откроете или мне откроете? Ну, я открою. Но благодатью Божией есть то, что есть. И благодать Его во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился. Не я, впрочем. А благодать Божией, которая со мною. А мне, говорят, можешь сказать? Да говорить не надо. Мне пишут это. То, что мне удалось сделать, вещь немыслимая. Это невозможно. Сделать даже одну, последнюю миссионерскую поездку 120 тысяч километров. Посетить 650 городов и сел. Сделать подарок на 35 миллионов. И везде выступать. Это невозможно. Сначала надо книги написать. Ты понял? Ну да. Но все равно я могу еще возразить. Так, попутно. 2 Коринфянам 11, 23, 30. Христовы служители в безумии, говорю, я больше. Я гораздо более был в трудах. Безмерно в ранах. Более в темницах и многократно при смерти. Много раз был в путешествиях. В опасностях на реках. В опасностях от разбойников. В опасностях от единоплеменников. В опасностях от язычников. В опасностях в городе. В опасностях в пустыне. И так далее и дальше. В труде. Изнурении. Часто бдении, голоде и жажде. Часто в посте, на стуже и в ноготе. Кроме посторонних приключений. У меня ежедневно стечение людей. Неважно, там, в интернете или где. Забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал. Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся. Если должно мы хвалиться, хвалиться мне, то буду хвалиться немощью моею. Я дошел до неразумия, хвалясь. Вы меня к всему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня. Ибо у меня нет ни в чем недостатка против высших апостолов. Хотя я и ничто. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя. Как бы от себя. Но способность наша от Бога. Второе Коринфянам. Третья глава. Пятый стих. Говори. Игнатих Ильич, в прошлых беседах... Так, теперь сделай себя видимым. Что, не видно меня, что ли? Ну, сейчас не видно. Не знаю я. Ну, ладно, подожди, я посмотрю сейчас. Нет, не видно. Ну, не знаю, Игнатих Ильич. Так, подожди, подожди, подожди. Вот она. Что там настройки, как-то будет. Так, говори, пожалуйста. Видно, да? В прошлых беседах вы говорили, что до того, как вы родились выше, до вот этого... 63-го года, я не помню там дату. 62-й год, 27-го сентября. 27-й сентября 62-го года. Да, 17-0-0. Вы были, вот, 17-0-0, вы были, все равно, вы были, вот, вы говорите, я вам с тысячой один анекдот знал, так, ну, образно говоря, и был душой компании. Да. Вот. Ну, и как вы это объясните? Никак не объясните. Я никак, я просто доступный. Какая мотивация ваша была быть душой компании? Я доступный, но я не пьянствовал, не развратичал. Это друзья мои. И поэтому мне есть, что было сказать. А теперь я обратился, все, что Бог дал мне знания, это верят. Но я попросил Бога стереть. Я встал утром, переформатировал сознание, ни одного не знаю. Пусть кто-нибудь расскажет такое. Одна молитва. И я встал, и у меня ничего нет. Абсолютно ничего нет. А Слово Божие стало обильно в меня входить. И тебе не надо доказывать, что это так. Ну, да. Игнать Тихонич, ну, вот, до того, до рождения, Вы лидером все равно уже были, да? Это нельзя сказать. Потому что какой лидер там? Должность небольшая. Ну, в общем-то, да. В малой степени. Вот, допустим, я заканчиваю строительный техникум. Несколько там этих отделений, ПГС, промышленное и гражданское строительство. Мы все получаем дипломы. Допустим, 105 человек получают мастера. И только 4 прораба. Прораб это на нескольких объектов. И в эти 5 человек попадаю я. Почему? Пролетарское происхождение. Отец без руки. У матери 3 брата на фронте полегли. И меня направляют в органы МВД. Я прораб. У меня 250 человек. 6 объектов. Я без выходных 7 месяцев. В адрес смены. И в армию, когда брали, я готов был военкома обнять и поцеловать. И для меня все так легко и шло в армии. Я тренированный, занимаюсь, послушный. Все, что надо. Но все время я ощущал пустоту в душе. Я ищу по одной строчке, где божественное. Вот ответ. То есть, какой лидер-то? Я работаю. Да, конечно, я прораб. А чтобы там компания какая-то. Этого не было. Я никаких таких гулянток не был. А в разговоре. Мой ответ. В разговоре. Тысячу анекдотов. Для чего вам были нужны? Ничего. Они просто запоминались мне. И все. И в разговоре я знал, какой куда вставить. Ничего похабного не было. Я еще расскажу. А такие, которые человека возвышали. Игнат Тихач. Вот недавно, попутно, вот вы тему армии коснулись. Недавно интервью взяли, ну там представитель компании, призова нет. Брал интервью у Александра Глебовича нашего, так сказать. Невзорова. Невзорова там, любимого, нелюбимого, не знаю. Вот. И вы не слушали это интервью? Это не слышал. Но на 32 его ролика я свои составил. И мне говорят, так вы его больше хвалите, чем достоин. Я похвалил. Но сказал, ужасная кончина ждет. И он сейчас уже на мертвеца похожий. Ну, однако, вот это интервью, ну одно из последних, он реально по делу сказал, как есть, так и есть. Вот он прям, ну вот, прям реальность вскрыл и все. О чем он говорил, о чем? Ну вот о призове, там, вот что, призовников, то есть вот это, срочная армия. Ну? Как это называют, призовная армия, что, ну он сказал, что это все, ну нужна профессиональная армия. Не нужно молодых людей, так скажем, в это, так сказать, в это казарму загонять, там, нет ничего. Я к чему сейчас, к раздовору-то, как отнести это? А вы просто, нет, это вы сказали сейчас об армии, что вот вам армия показалась там курортом после этих испытаний. А вот вы скажите, вы 250 человек, это все были заключенные? Все заключенные. Тут еще такое надо спрашивать. Вот сидят генералы, я с генералами общался. Здесь в интернете многократно с разными людьми. Я говорю, скажите, вы в армии знаете что? Я говорю, конечно, знаю, но вот срочник, на сколько ему можете дать увольнительный? Ну, говорит, если хорошая у него характеристика, даже на сутки могут дать. И все, все, я говорю. Теперь слушайте, у меня увольнительная, в срочной службе. Ты в армии служил? Ну, на флоте. Так, у меня увольнительность с 1 января до 31 декабря. Я покинул сейчас один, и был таковский. И как служба идет, я работаю. Где такая должность отсутствует, такой должности нет, говорит. Я говорю, у меня была одна должность. Это, ну, это удивительно, знаете, как, впрочем, как и вся ваша биография. Это, ну, это нереально просто. Ну, понимаешь, теперь, когда эти данные добываются, ну, ладно, ну, скажите, что за должность? Я говорю, у меня строительный техникум. Техник, смотритель воинских зданий, ракетных войск Дальнего Востока. Я должен определять годность жилища и какому офицеру, когда получать квартиру. Но я тоже не всегда так это послушный был. Бахабаровска доеду, а там, кажется, институт или факультет иностранных языков. А я языки изучал. Я туда знаю знакомое общежитие, я у них останавливаюсь и теперь беру там практику. То есть я пользовался этим. Ну, я не во вред пользовался. Я укладывался в график, все. Один раз поступил по мне неправильно. Меня совесть мучила. Сторож, который там где-то был дом офицерский, а он его разбирать начал и доски домой таскал. А это нельзя, он должен караулить. Я говорю, как же ты мог брать-то? Я мог бы списать это, не заметить-то. А я такой вот буквоет, и я его поставил перед фактом. Я обязан сказать. Но чтобы этого нигде ничего не было, верните доски сейчас, принесите назад и положите. Я не могу лгать, я тогда боялся, как огня лжи. А потом, когда его списали, сразу дал сигнал. Я как дам сигнал, значит, ты тогда начинай, забирай сколько хочешь. Я добиваюсь его списать, этот дом. А он не списанный стоял, покинутый. И сразу начали его разбирать, и к утру ничего не было. Но я поступил, ну, мог бы по-другому, помягче. И вот теперь, чтобы что-то где-то узнать, к нему относятся или нет, он должен точно знать, что ко мне относятся. Вот я многократно привожу примеры об Иисусе Христе. Исследователи находят 130 пророщиц о нем. Если бы хотя одно не сбылось, это был бы не Христос. Особенно мне нравится показывать пророка Захарии, говорит, оценили цену оцененного 30 серебряников. А это за 400, это за 500 лет. А как? А так, цена, раба, у которого кроме деревянных башмаков ничего нет, стоило 30 серебряников. Но инфляции, дефолты, чего только не идет в стране. Сцены скачут. Эта цена стоит на одном месте. А почему? Пророчество должно исполниться. И как только 30 серебряников в руку подали Иуде, после обеда цена стала уже 3000. Я в это верю. А если бы заплатили ему 29, это не Христос. А если 31, не Христос. Он входит дверью, а дверью это пророчество. Он должен идти из Эмфлеема. Возвал сына моего из Египта. По порядку все говорится. Дальше. Будет из Язы. Нет в нем вида величия. Исайя 53 глава. Назареем нарешется. Назареем он будет жить. Антихрист будет во всем подражать. Но одного он не сможет сделать. И говорит, Иисус детей грудных устроил хвалу. И этим он поразит. Чтобы сделать врага безмолвным. Антихрист все сделает. А чтобы дети кричали, Ассана, сыну Давидову, это он не сможет сделать. Дети молчат. Пророчество не сбудется. А если бы не было, не признали бы за Христа. Обманщик. Вот как. Поэтому все, что я сказал, как о Москве, о Пантере, все должно сойтись. Все. И тогда понятно, другого нету. Нету. Такой, чтобы народы обогащались от нее. Только Москва была. И потом все миллиарды всем погасили. И Кубе, и Алжиру, и везде, где давали. Америка никому лишнего рубля не даст. Она только грабила. Это же продолжается, Игнат Ильич. Сосуд Москву, как дойную коробу. Я к тому, что это о ней говорится. 17-18. И что она сгорит в один час. Пророчество. Это не я его сказал. А теперь дальше. Ты дальше сказал тут про одно дело что-то. Я сейчас прочитаю тебе. Это говорит Митар Тарабич, серб. В 1829-м, в 1899-м, 70 лет жил. И он говорит, вот слушай, в народе, живущем далеко на севере, ну, кто на юге, на нем не загибай пальцы, появится маленький человек, второй палец загибает, который станет учить людей любви и сочувствию. Что еще раз? Станет учить людей любви и сочувствию. А я заступился за свидетелей Иегова, послал президенту, в Государственную Думу, генеральному прокурору, в Министерство юстиции, за свидетелей Иегова ходатайствую, что с ними неправильно поступили. Сочувствие. Оно во мне не может умереть. Дальше. Сколько пальцев загнал? Три. Но вокруг него будет много лицемеров. Сколько? Четыре. Поэтому ему будет очень трудно. Пять. Никто из тех лицемеров и знать не захочет, что такое истинная благодать. Сколько? Шесть. Шесть. Но от того человека останутся мудрые книги. Семь. Семь. И все сказанные им слова, и позднее люди увидят, что обманывали себя. И мне сразу написали, так это про вас говорится, я не беру себе, но очень похоже. Ну это так, не, ну да, прям, ну, сходится, что? Что за слово сходится? Я не хочу, ну что, сочувствию, а вызову сочувствие. А я заступался всегда за всех. Писал генеральным секретарю ООН, Брежневу там, который Андропову, всем писал. Заступался за людей. И дальше, кавычки открываем. Оставим то. Подобно тому, как древнему Израилю посылает Господь судей пророков, то есть, кто знает это, тот знает. Так и в церкви своей в моменты чрезвычайные, первое, чрезвычайные, ООН, Бог, обычно посылает людей исключительной благодатной одаренности, а в этом никто не сомневается. Почему? А потому что я везде заступаю за евреев. Я благословляю племя Израилева, и поэтому я благословен. Плати 10 тыл, но я 9 плачу всю жизнь. Поэтому у меня необычайное благословение. Дальше. Как бы пророков, благодатной одаренностью, как бы пророков. Дальше. Сильных духом и верою. Три. Не имея официального назначения. Четыре. Эти люди своим делом выдвигаются из общей массы. Пять. И становятся предводителями других. Шесть. Но это предводительство не имеет официального характера. Ну, в смысле, в каком смысле? Ну, никак. Ни священник, ни патриарх, никто. У меня звания никакого нет. Ну, ну, семь. Но это предводительство не имеет официального характера. Не является... Официального. Все. Не является... Так. Позырь. Не является установленной церкви должностью. Ну, да. И? Какое это уже? Ну, вот семь я начинал. Так. И не всегда держится служебных рамок. Ну, вот это... Оно к этому и все... Э, нет. Че, что ли? Нет, 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 нет. Одно дело, что нет у него никакой должности, но он в служебных рамах не держится. Он выходит, он то в мощах видит, то неправильное монашество. То это-то, да. Как и всякое пророчество, оно есть личный подвиг таких людей. Дело их личной, внутренней, духовной предприимчивости и ревности о Боге и церкви Божией. Митрополит Сергий Строгородский. Пусть кто-нибудь покажет, на ком это сходится. А мне сразу люди говорят, это же про вас сказано. Я не знаю. Притом я себе ничего это не воспринимаю. Ну, что похоже, я скажу, очень выдвинуться. У меня ни должности, ни повеления, но я беру самые необычные вопросы. Необычные изречения. Они сегодня по интернету гуляют. Я говорю, монашесство в том виде, в котором оно пришло, в котором есть, принесло зло больше, чем вместе взятые коммунисты, фашисты, мусульмане, масоны во много раз. Это отвечать надо за такие слова. Я доказываю делом. Два миллиарда мусульман могли быть православными, если бы не сидели заперты. Притом эту тему я обработал так, что никогда не обработают. И во всех житиях, а 1173, я везде показал, где нарушено имя. Ну и как? Ну да. Ну тут это только, как говорится, может человек зло злохудожный или какой-то может вот это все начать опровергать, потому что это очевидно. Притом, я ничего себе не воспринимаю и по прежнему нахожусь внизу. Ну представь, тебе прозвище какое-то было у жены твоей, а у меня свое прозвище. Моя жена меня прозвищем назовет. Как? С большой буквы. Великий экономист. Кто со мной живет, ты сам видишь, ничего лишний оборот не попадет. Раньше было пряник делили только пополам. Варенье одна ложка. И работая на стройке, ну те времена, которые были советские, катая тачку с бетоном на второй этаж, на питание уходило в месяц от 9 до 11 рублей. Ты сам подумай, как я жил? А у меня сила. Я к чему это опять же говорю? Что прожить такую жизнь очень даже непросто. А если от Павла говорить, я был в вузах, ну пускай кто-нибудь покажет, кто он простой, был в вузах и стал предводителем. А что меня Господь поставил слышать во всем интернете, я каждый день только успеваю отвечать. Я ваша духовная дочь, я ваш духовный сын. Через вас я Слово Божие полюбил. Это выступает, я тебе сейчас скажу, кто говорит это. Так, подожди, мне надо посмотреть, где это. Минуточку. Сейчас я немножко тоже как бы сверну, но и просчитаю. А у меня есть где просчитать. Все за это по пунктам разбито. Так, Покров, сейчас я найду, где это есть. Покров, подожди, выборщина. Вот, слушай. Ну, я могу сказать. Три, это ХТТП, это как Алтайсеминарии, Алтай Дефиссеминарии, РУ. Ну, и дальше Покров. Московский Патриархат, студенческий журнал Покров, Барнаульское духовное семинарии, номер 9, 2016 год, страница 34-я. Ну, я все считать не буду, тут о Потеряевке говорится, у них там написано. Сколько, чего, как. После подписания акта о каноническом общении и восстановления единства внутри Русской Поместной Православной Церкви, пользуясь нормами приложения, как-то о каноническом общении, приход в Потеряевке и в Барнауле сохранил свою юрисдикционную связь с РПЦЗ, не входя напрямую в подчинение Барнаульской епархии. Несмотря на то, что время, определяющее переходной период для российских общин РПЦЗ до 17 мая 2012 года истекло, приходе в городе Барнауле и селе Потеряевка фактически поминают за богослужением святейшего патриарха Кирилла и представителя РПЦЗ митрополита Илариона Капрала, имея при этом полное общение с Алтайской митрополией. Крестовозвиженский приход города Барнаула и община села Потеряевка являются уникальными и своеобразными приходскими общинами. Члены общин придерживаются многих благочестивых традиций, свойственных старообрядцам. Мужчины не бреют бород, остригать волосы, носят рубахи на выпуск с поясом. Женщины также не носят в облегающих тесных одежд, носят платки. В общинах строго поддерживается древнерусский, нравственный и бытовой уклад многие семьи многодетные. Староста этих общин является родной брат протеерея Акима Лапкина Игнатий Тихонович Лапкин, известный православный миссионер, объехавшись проповедями о дальнем зарубежье. В дальнем видно. Миссионерская практика И.Т. Лапкина вызывает разную реакцию, однако можно уверенно утверждать, что благодаря его миссионерским и апологетическим трудам к православной вере пришли тысячи людей. Тебе слышно? Да. Дальше подпись. Это все Московской Патриархии в журнале. Доктор Богословия, кандидат юридических наук, профессор капитана истории церкви Черновицкого православного богословского института, настоятель храма Святого Луки города Норильска, священник Павел Бачков. Ты согласен с ним, что он написал? Да. Так это пишут не зарубежные какие-то, а эти. И он утверждает это. Да он еще не все знает. Вот как. Ну это один из немногих священников, которые страх Божий имеют веру. Но ты правильно сказал. Правильно. Но ты знаешь, когда обо мне народная линия запросила дать характеристику, и какую характеристику дал местный епископ, митрополит. Слышал? Ну давайте, давайте. Я могу просчитать. Могу просчитать. Вот смотри, документы. Я сейчас могу даже это засчитать. Так. Это нужно повторять, потому что клеветы океан. Ну да. И люди соблазняются, как и я в свое время соблазнился. Ну и половина этой клеветы. Вот. Сергий митрополит отвечает народной линии. Ну тут мелко очень написано-то. Православная епархия. Я подучительное стекло. Главному редактору Московской Патриархат Алтайской Метрополии Православной Религиозной Организации Барнаульской Епархии. Дальше идет адрес 12 мая 2016 года. Главному редактору Русской Народной Лени Степанову А.Д. Уважаемый Атолий Дмитриевич, в ответ на ваше письмо, то есть они запросили о деятельности Игнатия Тихоновича Лапкина, сообщаем следующее, двоеточие. Игнатий Тихонович Лапкин состоит в молитвенно-каноническом общении с православной церковью через Барнаульскую епархию, как обычный мирянин. Он ревностный православный христианин, проповедник и исповедник. Догматических и канонических нарушений у него не установлено. Под церковным судом не состоит. Как обыкновенный гражданин, он имеет право на организацию лагеря и иную законную общественную деятельность. А эту сторону деятельности регулирует совесть и соответствующие органы государственной власти. Игнатий Тихонович Лапкин человек твердых убеждений, пожилой, что требует уважительного отношения к нему. С уважением, митрополит Барнаульский Алтайской, глава Алтайской митрополии митрополит Сергий Иванников добавил. Его я не знал, что он напишет, не знал, что такой вопрос задали. Его-то никто не заставлял это писать. Я уж не говорю, что Андрей Кураев до его догонения на него, что отзывается меня там великим, и я никогда таким себя не считал. Олега Стеняева запросили, он меня как охарактеризовал первый раз, что там и ревностный, и аскет, и необыкновенно продуктивный в работе с сектантами, в полемике с ними. Я ссылаюсь, как уж я не говорю про Са Владимира, тот от Головина, тот меня вознес, не знаю даже как, я ничего, ко мне это не прилипает, вот в чем дело, потому что каждый день я должен работать. И поэтому... Отец Владимир, как он, здоровье, не знаете у него? Не знаю, ну я знаю, что там болел, но это отзывались обо мне, когда на них гонений не было. А возьми, Максим Каскун, как отозвался, когда спросили, он говорит, ну, знаете, я внучатка Игнатию, а как? Я, говорит, обратился к членцу Геннадия Фаста, а Геннадий Фаст говорит, что из Игнатия? Вот и весь сказ, кому-то что-то не подходит, ищите другого. Вот, Глеб Грозовской его спросили обо мне, он говорит, у вас книги есть, читайте, что вы ищите? То есть он да, не, не сказал, но его посадили. Я в каждой молитве, ты знаешь, я его упоминаю, и Глебу не дай погибнуть. Кто о нем вслух молится, а сочувствие у него будет, это ко мне. Я каждый день молитвию, поминаю Диамида. Каждый день Вениамина там и Франциска, Венедикта, пап римских. Каждый день молюсь, ну, за митрополита, Тихона там и прочее. Почему? Я сочувствую, я не могу ничего сделать. Молитва удлиняется, а сердце болит. Вот поэтому я ничего не принимаю, как, ну вот, кто ты такой, за кого тебя выдаешь. Не выдаешь, а кем меня Бог сделал. И все это по благодати, я непрерывно повторяю. Сейчас стихи засчитывают мои, а считают их Сергей, да ты сам засчитывал, 4 тома, по 800 страниц. Вещь не, вообще нигде этого никогда не было. А как? Не знаю. Не знаю. И ни одной помарки нету на 3467 стихотворений. Это 7 пащек исписать по 500 листов. А как это? Я не знаю. Надо их еще уметь начитывать. Вот Высоцкого бы воскресить, вытрезвители его поместить, чтобы он не пил ничего, и он бы хорошо ваши стихи начитал. Да. Владимир Семенович. Вот возьми, Глеб, Глеб, ты сейчас сказал, Глеб, а что дальше-то? Германа только спросили, Игнатий, юридик, а я за него каждый день молюсь, Германа Сердегова. За Александра Глеба еще не взорвало, я молюсь каждый день вслух. Так, подожди минутку, подожди. Так. Кто? Господи, по-милу, заходи. Так, раздевайся. Что, мне доктор пришла. Доктор пришла. Ясно. Глеб, раздевайся там, сходи, все, наши валенки найди там такие, такие, которые без нижней подошвы там такие, безрезиновые. Слушай, ну вот я тебе на этот вопрос ответил. Почему я к тебе присваиваю? Это правило такое, иначе какое? Ну, умер, умер, за меня умер. Он, Христос, придет, Он за мной придет. И поэтому я все делаю на самом высшем пределе. Больше я ничего не могу сделать. У меня сейчас задача новые фонды образовать. А какая у вас зарплата? Да никакой. Пенсия. Еще два месяца назад было 8 тысяч, 141 рубль, 33 копейки. Фонды, когда появятся новые люди, вот, допустим, дробот дети остались, я сказал, фонд должен быть семизначный. Все позади. И сразу же у меня на следующий день новый фонд появился. А если приезжают люди откуда-то, и вообще не с чем жить, меня не будет. Я с вами буду. Я наказал, как меня хоронить. В моих стоптанных сапогах тюремную робу не нашел, но тут старье какое-то. Не обмывать. Категорически запрещаю. И ламинированное Новый Завет положить на грудь. Сергей Павлович это сделает. И на могиле, на кресте написать берите бесплатно. Тоже ламинированное, чтобы непогода не погибла. Как кто-то снимет, а потеряю, как и бывают люди. Следующие повести. Я хочу из могилы проповедовать. А Сергей, и кто-то еще говорит, мне тоже так сделайте. А откуда вы взяли? Неоткуда, я просто, просто живу этим. Вот мне, ты назови, какие места, где я не проповедовал. В самолете проповедовал в заграничном. В метро проповедовал, в Кремле проповедовал, в соборе Васильева Блаженного, в Третьяковской галерее, там не могли меня вытащить, и милиция вокруг стояла. А я говорил, и весь зал слушал. Исаакиевском соборе, Петергофе, везде. А в мечети? В мечети, и мечети-то я и не был. Там никогда не был. Как не был? Подождите. Ну, я заходил только и всего. Нет. А вы не проповедовали? Никогда. Потому что мне никто не давал. А, ты говоришь, в мечети? Ну, да. В мечети. У меня в Баку было. В Баку. Ну, у них между делом. Я имею в виду, во время служения. А в синагоге не доводилось? Ты меня совсем запутал. Ты меня запутал совсем. В мечети я был, а в синагоге нет. Я на улице стоял, а отец на ум. Вышли там евреи-то. Он с ними разговаривал, я рядом был. Ну, и что мог там, сказал маленько. Я думаю, что они могли мне дать даже слово. У меня очень хорошее отношение с мусульманами и с евреями. Это только глупые люди там говорят. Я меудофоб. Вот сейчас мне это там предупреждение сделали. Я говорить должен до конца. Я не могу лгать. И в то же время в конце добавляю. Неприкасаемое. Благословенное семя Авраама. Игнатихович, вот по евреям-то, то есть то, что вот они сейчас в неведении, ну, вот такая пелена у них неверия, во Христа. Это, это как бы на руку язычникам, да, собирает сейчас. Ну, на руку нельзя сказать, но, говорится, их Бог, говорит, отсек, а нас привил. Но будет время, когда они снова привьются. Вот, это вот, когда они привьются, это, видимо, во времена Антихриста уже? Очень похоже. Когда увидят, что он обманщик, а я, у меня сразу перед глазами, больше трагедии придумать нельзя. Ну, представь себе, отец сына, единственное, любит, все для него делает, отрывает от себя. А сын пошел другой дорогой, отца связал и положил на языческий алтарь и режет. Что отец думает? Вот это будет у тех, которые ожидаемого мессию не приняли, а будут ждать другого и увидят, что это разбойник. И они от него отшатнутся, он на них воздвигнет гонение. Так говорят все святые писатели, святые отцы. Уже сегодня я могу плакать о них. А насколько критично вот это вот за, ну, как бы, заблуждение, наверное, да, назовем его, что вот они, некоторые веруют, что когда придет во втором пришествии Христос, то на земле восстановит царство там тысячелетнее или какое вот... Никакое. Насколько это критичная ересь? Три с половиной года подготовка и три с половиной года воцарения. Все. Ради избранных не сократятся. Это легко доказать. Послание к евреям 2.14. Иисус поразил сатану и началось тысячелетнее царство. Никак, это хелиазм называется тысячелетнее царство. Когда-то будет, это сектанты говорят. Оно началось и идет в две тысячи лет. Это время евангельской проповеди. И за три с половиной года это прекращается. Ну, оно вот это вот, если вот кто-то принимает вот это вот вот это учение, оно критичное, ну, оно для спасения, оно как вот, влияет сильно? Очень сильно. Очень сильно. Ну, давай, допустим так. Ты живешь в Сибири. Ну, передвинем, чтобы теснее тебе было. Севернее еще. Еще севернее. Ну, там где-то около Якутска. И вот кто-то пришел и говорит, все, заготавливать не надо, ничего. Зима будет теплая, 18 градусов. Ну, и люди поверили. Не подготовили, ни котели, ничего. Что с ними будет? Опасно или нет? Ну, я слушаю, все замерзло. Все замерзло. Вот я считал про северную, на северную, там они, в Арктике где, и у них ночью движок сгорел, а 73 градуса. 73. Но у них тоннели подо льдом там сделаны, там, говорят, помягче температура, 50 градусов холода. И у них теперь ничего нету. Ниоткуда никто не приедет. 1300 километров, только когда будет, ледокол придет. И они вспомнили, у них какой-то маленький движок засыпан, они раскопали, пустили его. Я смотрел и дрожал в комнате. И вот, опасно или не опасно, кто бы сказал, а температура будет так и так, эти говорят. У нас ничего не будет здесь. Мы не войдем в Великую Годину. Нас Господь зовет, возьмет, избавит. Это смертельно опасное учение хилиазма. Что-то я не догоняю. Знаете, смотрите, какая разница, вот смотрите, Господь, когда придет, во втором пришествии, он уже придет, ну, на веки царство свое, ну, как сказать, он строит, да, во вселенной, обновит землю, небо, все обновит. Правильно я понимаю? Слушай, почему ты не понял-то? Я не могу сначала... Я не понял. Не... Насколько это... Ну, слушай внимательно. Мы говорим... На веки веков, ну, они... Слушай, слушай, мы говорим, согласно учения церкви, церковь будет страдать. И ради избранных сократятся одни. Зачем сокращательств их нету? Сектанты говорят, церковь будет восхищена, она не попадет в страдание. Что непонятно? А, ну, это... А они говорят, тысячелетнее царство будет, сатана будет скован. Они не понимают, скован, это не имеет возможности. Он на земле, но власти не имеет. Почему? Избавив нас от лукавого. 16 глава, 20 сих римлянам говорит, и сокрушить сатану под ноги ваши вскоре. Вот в чем дело-то. Еретики все говорят, церковь страдать не будет, температура будет теплая, холода не будет. А мы говорим, самые суровые испытания. И поэтому вместо 5 кубометров вам надо бы 55 заготовить. А, ну, в этом плане я понял, все дошло, Игнать Игоревич, дошло. Ну, вот я тебе ответил, почему. Поэтому учение о тысячелетнем царстве, вот Гитлер ставил, 1000 лет от царства, 13 лет. И цифра 13 считается опасная. А почему? Я не знаю, почему. Вот в Англии, 13 этаж не считается, сразу 12-14. Люди не хотят жить на этом. И квартира 12-14. А почему? Потому что 13 буква Морталя, смерть. Суверия, какое сильное в народе, культурном. 13 считается чертова дюжина. А полная дюжина 12. Сколько ты мог узнать сегодня за одну встречу? Вот просто мне там один еврей очень нравится, Игорь. Отец у него грузин, мать еврейка. У него есть канал. Он такой какой-то свободный художник, ну, христианин. И он с баптистами там делал. Как фамилия? Фамилия как его? Я не знаю. И он очень здорово о Христе говорит. Вот. Ну, и у него есть вот это что-то вот тысячу лет, тысячу лет. Но он не так говорит, как вот прям, ну, что типа не надо там ну, расслабьтесь, все хорошо, мы страдать не будем. Он такое не говорит. Ну, так понятно, что раз церковь будет взята, что говорит-то? Это все сказано. Да не, не, не. Он, ну, как взята? Он говорит, все, мы будем страдать. И евреи пострадают. Ну, так сказать, значит. У него так перемешалось все. У него перемешалось, но, однако, он очень, вот он в самой сути, вот что вы вначале сказали. Так, все, не о нем. Давай, давай закончим разговор. У меня врач пришел. Ну, ладно. Я бы вам пиявку поставил, знаете, конечно. Да вы бы мне не дали. Ну, давай, говори, что? Ничего, ну, хорошо. Лечитесь, слава Богу. Ну, ты понял, почему так люди относят это ко мне? Потому что ни на ком это не сходится. Как у пантеры, как у города, даже все, которые условия описаны, какие свойства, они даже сойтись. Люди, для людей, вот, попы, это идолы, священники, епископы, идолы. А что они им скажут? А они, вот, как правило, прежде всего от них исходит клевета на вас. И они им верят. И вот так вот они все. Ну, Василий Великий так и сказал, так же позлощены и так же безгласны. Да. И зависть и все остальное прочее. Но о них не будем говорить. Да благословит их Господь. Так ко мне... Ну, да благословит, но они не... Так ко мне вопрос. Ко мне вопрос еще есть? Вопрос? Слава Богу, Игнатий Игорь. Спасибо. Ну, слава Христу. Ну, все тогда, брат. Давайте с Богом. С Богом. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok